В МВД состоялось плановое занятие по профессиональной подготовке с личным составом. Открыл встречу, довел темы лекций руководитель кадровой службы Александр Ермилов. Помощь в проведении мероприятия оказала член общественного совета при МВД Белла Кикова. А лекцию прочел директор централизованной библиотечной системы МАЙКОПа, кандидат философских наук Рамазан Тугов. Гость дал компетентный комментарий по теме роли государства и права в жизни общества. Древние современные мыслители и деятели, они придумали такое слово «государство», которое устанавливается на основе общественного договора, чтобы сдержать эту агрессию и жестокость людей. Потому что не у всех разум и совесть останавливает, как я уже сказал, меньшинство, а большинство, что с ними делать, они же будут нарушать эти законы и совести, и морали. Вот тогда создается государство, армия, полиция, принудительная власть, который не спрашивает, давай ты будешь хорошо себя вести. Он принуждает. Это, извините, одно из признаков государства. С лекциями также выступили офицеры МВД Андрей Попов, Анжела Пофифова и Вячеслав Гиш. В МВД продолжаются плановые занятия с профильным полицейским классом. В эти дни с ребятами встретился начальник управления уголовного розыска ведомства Эдуард Кобзарь. Руководитель коротко рассказал о структуре ведомства в целом и роли отдельных подразделений в его функционировании. Подробно он остановился на деятельности полиции по раскрытию преступлений. Есть еще у нас НЦБ. Это тоже у нас вспомогательное подразделение. Если что-то касается преступников, которые у нас скрылись за рубеж, либо бывает транспорт там похищает и что-то уезжает за границу, потом его находит. Вот это по каналам НЦБ. Мы взаимодействуем с подразделениями полиции других иностранных государств. Руководитель особо выделил несколько видов мошенничества, а затем ребята узнали о том, как противостоять аферистам. Живой интерес подростков вызвала тема раскрытия преступлений последних лет. Завершая встречу, полковник Кобзарь предостерег ребят от совершения проступков и напомнил об ответственности за право нарушения. Одним из ключевых направлений деятельности республиканского МВД продолжает оставаться противодействие преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Такие факты документируются полицейскими регулярно, но тема остается злободневной. Материал Вадима Гаркова. Мы уже говорили о статистике, выявленных в текущем году наркопреступлений. Их более 250, и это на 20% выше прошлогодних показателей. Анализ показывает, что по-прежнему основным каналом сбыта запрещенных веществ остаются интернет-сайты и приложения, что усложняет процесс установления их распространителей. Однако в текущем периоде сотрудниками полиции Адыгеи выявлено 54 факта продажи наркотиков. Накануне в ходе проведения профилактической операции сообщить, где торгуют смертью, сотрудники профильного подразделения полиции Майкопа получили сведения о том, что двое приезжих планируют наладить сбыть запрещенных веществ на территории столицы республики. Их задержали в одном из микрорайонов города, когда те в разных местах делали закладки. При задержании с участием указанных граждан были проведены осмотры мест происшествий, где были изъяты тайники с закладками, с наркотиками. Общее количество изъятого у нас составило порядка 5 граммов синтетики. Это 11 свертков. В отношении каждого мужчины следователями возбуждено уголовное дело, а сами подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК России и водворены в изолятор временного содержания. Это тот случай, когда слаженная работа полицейских позволила не дать злоумышленникам осуществить задуманное. В результате взаимодействия различных служб республиканского МВД в указанном периоде из незаконного оборота всего изъято около 15 килограммов наркотиков. Среди них вещества как синтетического, так и растительного происхождения. Причем последняя крупная партия марихуаны была изъята недавно, и дело направлено в суд. До 10 лет лишения свободы грозит 43-летнему жителю Шовгеновского района республики. В октябре текущего года при проведении осмотровых мероприятий в одной из хозяйственных построек его дома полицейские обнаружили тайник с наркотиками. При проведении обысковых мероприятий в одной из хозяйственных построек полицейские обнаружили пакеты и пластиковые емкости с марихуаной, а также высушенные чайки наркотика, содержащего растения конопли. По заключению экспертов-криминалистов МВД по республике Алигея, всего хозяин домовладения хранил около 13 килограмм наркотиков. Отрицать причастность к хранению мужчина не стал и сотрудничал со следствием. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Необходимо отметить, что около 60% от общего числа всех преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано в Майкопе. Следующую строчку с 13% занимает Тахтамукайский район. Там, кстати, на днях возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения гашиша. Поведение 19-летнего краснодарца вызвало подозрения у полицейских Адыгеи. Пройти процедуру медосвидетельствования он отказался. Оперативники обнаружили у него гашиш массой около 100 граммов, а это крупный размер. МВД обращается к гражданам, обладающим любой информацией о незаконных операциях с наркотиками, с просьбой сообщать об этом в полицию. Очень часто именно бдительность позволяет предотвратить преступления. Вадим Агарков, Беслан Хуаджуков и Дмитрий Кучеров. Вести. Дежурная часть. На прошлой неделе временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по Адыгеи Мурадин Брантов принял участие в нескольких мероприятиях. Под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось заседание постояннодействующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. Обсуждались вопросы профилактики правонарушений и рецидивной преступности. Также на повестке тематика безопасности на спортивных мероприятиях и аспекты внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Выступая перед участниками заседания, Мурадин Брантов отметил, что на протяжении ряда лет Адыгея занимает третье-четвертое места в рейтинге регионов с наименьшим удельным весом преступлений, зарегистрированных в общественных местах и на улицах. На фоне общего роста количество зарегистрированных преступлений также на 6,9% отмечен рост преступлений, совершенных в общественных местах. При этом число уличных преступлений снизилось на 9,5%. Основной массив преступлений зарегистрирован на территории города Майкоба и Тахтамукайского района. Отмечена необходимость усиления работы народных дружин в охране общественного порядка на территории республики. Руководителям муниципалитетов поручено принять меры по замене устаревших камер или интеграции существующих в АПК «Безопасный город». Днем ранее Мурадин Брантов принял участие в совещании по вопросам профилактики коррупционных преступлений. Оно прошло в прокуратуре республики. Проанализирована эффективность работы правоохранителей по профилактике и выявлению противоправных деяний в этой сфере. От МВД докладывали начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Адам Ганижуков и начальник отдела МВД России по Тахтамукайскому району Сергей Логинов.